Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу нашему! Аллилуйя! Аллилуйя! Начинаем сейчас трансляцию с утренней молитвы. Приветствую всех, кто подключился уже, братья, сестры, кто подключается. Привет всем из Киева. Слава Богу! Вчера приехал с Киева. С Львова в Киев приехал снова. Приехал, путешествовал с попутчиками через Блаблакар. Обычно так вот путешествую, нахожу какие-то такие попутные рейсы. Вот, и слава Богу! Возможность есть такая, благовествовать. Вот, и для меня это большая честь, на самом деле, людям, а часто даже совсем далеким от религии вообще, очень разным, или номинальным православным, или всем-всем-всем, короче, Слово Божье проповедовать. Да, доброе утро всем! Благоставляю всех вас, возлюбленные, братья, сестры, слава Господу! Вот, и снова я в Киеве, в нашей Киевской архипископии. Сегодня хочу, Господа, за все поблагодарить за поездку во Львов. Львов, обожаю Львов, вообще, очень люблю этот город. Вот, Киев и Львов, это два моих любимых города в Украине. Вот, и я люблю и другие города, конечно же, проповедую по всей Украине. Шалом, Сережа, доброе утро! Да, шалом, Иночка, шалом всем деткам, братьям, сестрам, всем-всем-всем, котам, внукам. Вот, слава Богу, подключились. Арсений пишет, шалом, дорогой брат, шалом, приветствую. Во Львове, пока я был, просто не имел, ну, не мог подключиться, как бы, то одно, то другое, не было возможности там подключиться. Вот так вот, в трансляции утренней. Хотя, можно было, наверное, бы. Но, время было совсем другое, знаете ли, не до подключения утренних было. Вот, к сожалению, редко получается подключиться. У нас на Урале уже 9 утра. А, Арсений, да, привет всем на Урале, слава Богу, всем лицам уральской национальности, как говорится, да. Люблю очень Урал, вот, и последняя моя поездка на Урал, это был Южный Урал, Челябинск. Челябинске, Челябинская область, конечно, да, это шикарное вообще место. Я удивляюсь, там множество озер, вот, именно на Южном Урале, Южный Урал. Вот, и такая красотища была, что я, даже в самом Челябинске, честно говоря, даже я немного так был удивлен в столице Южного Урала. Вот, есть места, парки такие, где озера и такие обрывы, скалы, такие каменные такие выступы, очень красивые. Так что в молитве часто вспоминаю Урал Южный. Ну, я был, конечно, и на самом Северном Урале. Даже у Северного Ледовитого океана, там, где Уральские горы, только хребет начинается. Видел эти камни, самые первые камни в этой гряде, которые потом уже, как мы знаем, как Уральские горы. Слава Богу. Да, это когда к Валентину Миронюку приезжал я, несколько раз нам проповедовал в Иркуте, то мы не только в Иркуте были, но и так вот в Тундре. Выезжали в Тундру, там тоже проповедовали. В Тундре тоже есть кому проповедовать, да? Может, кто-то скажет, а кому в Тундре проповедовать? Там есть тоже люди, да. В Тундре тоже живут люди и национальные, такие, как их принято называть, меньшинства. То есть, это очень вымирающие народы, правда, к сожалению, да, вымирающие. Очень мало населения там, да, и условий для выживания такие, очень такие страшные, конечно. Но люди выживают как-то и, вот я там благоставлял даже младенца новорожденного, говорил его, звали тогда. Вот, слава Богу. Да, друзья, и сегодня вот хочу совершить хлебопреломление, причастие, Евхаристию вместе с вами. Господа за всё поблагодарить. Вот, и я, правда, приехал, да, вот здесь у меня тоже трансляция, сейчас. Да, идёт трансляция, вижу, слава Богу. Дамы и господа, Роман пишет, да, шалом, брат Сергий, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу святому, аллилуйя. И сегодня хочу, Господа, поблагодарить за всё. Так, у меня здесь ещё даже в рюкзаке. Вот, я сегодня, даст Бог, отправлю Кифе во Львов литургию нашу, да, божественную литургию, но украинской мовы, вот он подредактирует немного ещё. Я думаю, что общими такими усилиями, вот, священнослужителей нашей архипископии мы подредактируем и вскоре издадим сборник, богослужебный. И там будут, как раз будет, литургия. Слава Богу, спасибо тебе, Господи, за всё. Аллилуйя. Слава Богу, да. И, конечно, молюсь за сам Львов, с которым я сейчас только что приехал, да. Благослови вас, Господь, я к вам, волосия у Львови. Очень люблю Львов, вот, и время пролетело очень быстро. Сам город я очень люблю, но получилось, ну, как бы так, не получилось посмотреть город сам, походить по нему. Очень мало было времени для этого. Но я и не жалею. Знаете, почему? Потому что были очень хорошие общения с верующими, и вот, и с Кифой, с нашим епископом. И вот это погружение в Господа, послужить в церквях получилось как раз, вот, в разных собраниях очень. Вот, и в школе библейской, в Роменеве, там школа есть, великое поручение. Вот в этой школе, как раз вот я и преподавал, ну, проводил занятия утренние, там, в понедельник. Мне очень понравилось, очень. Была трансляция, поэтому кто не смог, вот, быть там, или не подключался к трансляции, то вот запись этой трансляции, она сохранилась. Можете посмотреть. Ну, и на камеру я писал, но с камеры я чуть попозже выставлю все, когда будет возможность такая. Да, слава Богу. Так что, кто подключился, кто подключается, кто еще. Есть киевляне, тоже информацию такую разошлите. Или, может, у вас кто-то, друзья, там, знакомые в Киеве есть. А сейчас, ну, короче, ладно, об этом попозже, попозже, наверное. Позже. Да, слава Богу. Вот у меня список здесь церквей с телефонами администраторов этих церквей. Здесь, в Киеве, которые собираются в церкви Собор Христа, в здании церкви Собор Христа. Здесь, недалеко, я здесь сейчас возле метро Черниковской, между Черниковской и Лесовой, это, значит, улица Киота. А по той стороне, если идти туда, в другую сторону, на дарницу, продолжать, то там, значит, улица Попудренко. Попудренко. Да. Так что. И вот посреди этой улицы, как раз там, здание церковное, протестантская церкви Собор Христа. Молюсь сегодня также о служении там, о семинаре, который планирую провести шесть воскресеньев подряд. По вечерам, вот, надо будет распечатать еще и объявление какое, тоже вот. Вот здесь вот мне дали объявление такое, которое, мероприятие, которое проходило у них здесь на днях. Вот такое мероприятие. И вот церковь Собор Христа. Да. Здесь молились за исцеление, мне сказали, это было 24 февраля. Ну, недавно. С Богданом Домборинским. Да, служение было. Церковь Собор Христа, Попудренко, 34А. Главный зал. Вот это тоже будет в главном этом зале. Надо нечто подобное тоже распечатать нам, чтобы там вывесить объявление так. Вот. И, значит, служение будет по вечерам только. Семинар мой будет по вечерам. История христианства. Шесть воскресенья подряд. С 19.30. Начиная. Вот по два часа буду проводить такой семинар. С вопросами и ответами. Поэтому сейчас молюсь тоже о предстоящем семинаре. Начну семинар я начну 17 марта. Не в это воскресенье. Не 10 числа. А 17 числа. Да, спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю. И эти церкви сейчас благоставляю. Да, 19 церквей, 20 церквей проводят здесь благослужение в этом здании Собор Христа. Один из примеров, вот как должно христианским разным конфессиям, разным церквям уживаться. И не только уживаться, а и любить друг друга, и сотрудничать, работать вместе. Слава Богу. И истинно, истинно говорю вам. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Слова Иисуса Христа. Это я прочитал из Евангелия от Иоанна, 6 главы, 47-48 стихи. Еще раз прочитаю слова Иисуса Христа. Выделены таким у меня здесь жирным шрифтом таким. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Вот эти слова, знаете, они действительно так за душу берут. Эти слова переворачивают вот все внутри просто. Он сказал, что верующий в Него, в Иисуса Христа, доверяющий Богу, да, человек. Иисус Христос, Господь и Спаситель мой. И тогда действительно, ооо, я имею жизнь вечную. Не просто буду иметь когда-то, там, в будущем, отдаленном будущем, буду иметь жизнь вечную. Нет, здесь все гораздо серьезней. И для человеческого разума, ну, непонятное. Действительно, умом человеческим, да и ангельским, не понять эту тайну. Как? Почему? За что нам такое счастье вообще? Но Господь дал это даром. Не потому, что это бесплатно. Не потому, что это бесплатно, да. А потому, что это бесценно. И это невозможно никак оплатить вообще никому из нас. И всем, даже всем вместе нам, всем скопом, всему человечеству. Начиная от нашего пращура, начиная от пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра, пра-отца нашего, Адама. И до всего поколения. И сколько поколений еще будет впереди. Вот за всю историю людства, всю историю человечества. Все вместе, все мы люди, миллиарды, миллиарды людей, мы не смогли бы приобрести это искупление, спастись. Невозможно было бы нам действительно в небеса прорваться и, ой-ой-ой. Но Господь по милости своей, Он открывает нам в Слове Своем, да, что возмездие за грех смерть. Действительно, так все пошло наперекосяк в нашей с вами истории, 5779 с половиной лет тому назад. Действительно, наперекосяк пошла история. Но, дамы и господа, 2000 лет тому назад совершилось чудо. Совершилось великое чудо спасения рода людского. Совершилось великое чудо искупления рода человеческого. И мы знаем вторую сторону медали. Одна печальна, да, возмездие за грех смерть. Это трагично, конечно, печально. Но есть и вторая сторона медали. А дар Божий – жизнь вечная. Во Христе Иисусе Господе нашему. Аллилуйя. И Он есть хлеб жизни. Он есть хлеб нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя. Ты есть хлеб нашей жизни. Для человека, ну, как вот раньше пели, помните, да? Хлеб всему голова, пели мы. Хлеб всему голова. Ты запомни, сынок, дорогие слова, там, золотые слова. Хлеб всему голова. Хлеб всему голова. И сегодня я знаю, какой хлеб, и что такое хлеб, и что он действительно всему голова. Это Сам Иисус Христос. Это Сам Христос. И это не только Господь на небесах, это в нас сущий Бог. Это Господь, обитающий в нас, людях. Иисус Христос, Спаситель мой и Господь, Целитель и Освободитель. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу. Благоставляю всех вас. И вот в этом размышлении сегодняшнем совершим причастие Евхаристию, хлебопреломлений, братья и сестры, дорогие. Рассуждая о теле крови Христа. Да, уже два тысячелетия, почти два тысячелетия, совершается на нашей планете это таинство. Каждый день. В разных собраниях, с разной теологией, идеологией. И сектантского типа, и такого вселенского, такого мышления. Разные верующие, разные собрания, разные конфессии, разные динаминации. Мы совершаем вот это таинство веры. Величайшее таинство веры. Спасибо Господу за все. Да, начиная с 30-го года, вот, нашей эры. Скоро будет уже две тысячи лет этому таинству. В 30-м году нашей эры совершилось великое искупление рода людского. В 30-м году. 30-й год нашей эры. Интересно. Исторически Иисус родился чуть раньше, чем это принято считать. На три, ну, больше, чем три года даже. Три с половиной года, можно так сказать. Чем это принято считать. Не в январе и не в декабре. Как вот исторически, вот так вот у нас принято отмечать Рождество Христово. Это было по-нашему, получается, в сентябре. Да, в сентябре. Месяц Тешри. Но, и это было немного раньше, чем это принято тоже считать. Хотя, мы сейчас говорим, 2019-й год на дворе. Но это довольно условная дата. Это, знаете ли, это исторически не точная дата совершенно. Просто первые христиане первых 300 лет никому там в голову не приходило праздновать Рождество Христово. Как отдельный праздник какой-то. Да и первое столетие христианство, оно очень сильно отличалось от того, что стало потом называться христианством. И чем христианство стало являться. Потому что первое столетие христианства было минимум религиозное, максимум духовное. А впоследствии, с 4 века, к сожалению, все так тоже наперекосяк у нас пошло в истории нашей церкви с вами. В истории церкви Иисуса Христа. Ну, о чем Иисус, собственно, его это в шок не повергло. Безусловно, он об этом предупреждал, он все это говорил. Он все это предсказывал, в притчах рассказывал о царстве своем, какой бардак будет в его царстве. Он говорил, что не только хорошее семя будет посеяно там, на огороде царства Божьего, но и придет враг, и сорняки посеет. И что не вот Евангелие не только хорошую рыбку достанет, но много и негодной рыбы. И что одна, и самая страшная притча, когда Иисус взял, он рассказал про женщину, взявши там закваску, бросивши в муку, три меры муки, пока не вскисло все. Вот, и действительно мы видим исторически, что закваска фарисейская, закваска саддукейская, также и закваска иродова, то есть закваска религиозная, закваска религиозно-политическая и закваска политическая. Она стала действовать в теле Христовом весьма очень активно, особенно вот с того самого четвертого столетия, с Константина, императора того самого древнего антихриста, вот, и других антихристов, политиков, религиозников, ну, большей частью даже политиков, чем религиозников. Вот, и до наших дней продолжается это. Но, дамы и господа, я благодарю Бога Всемогущего, что пять столетий тому назад на смену эпохи великой деформации, деградации мирового христианства, пришла эпоха, наступила эпоха великой реформации. Была эпоха многовековая деформация, деградация, наступила эпоха уже пять столетий продолжающейся великой реформации. Реформация, значит, покаяние, исправление, возрождение, восстановление. Вот именно реформация. Не в современном политическом смысле этого слова, а в истинном смысле этого слова. Реформация – это восстановление, это покаяние. Чува, метаноия – это вот реформация. Это обновление, это возрождение. Кстати, один из союзов православных реформаторских союзов сто лет тому назад, он так и назвался, кстати, союз церковный, он назывался Возрождение. Возрождение, да, Возрождение это один из таких очень, скажу так, евангельских православных именно союзов. Архиепископ Антонин Горновский возглавлял его в блаженной памяти, да, святой такой, муж Божий, один из первопроходцев реформации, реформаторского нашего братства, евангельского, обновленческого православного братства. Но об этом я буду говорить на семинаре, молюсь сегодня об этом семинаре предстоящем и все эти дни буду молиться и вас прошу тоже подвязаться в молитвах вот о предстоящем семинаре. Которые киевляне и гости столицы Украины, вы можете лично посетить и посещать этот семинар и быть для меня благословением, как слушатель. Вот, и я буду рад ответить тоже на ваши вопросы. Шесть вечеров воскресных подряд, начиная с 17 марта и по 21 апреля включительно. Шесть вечеров подряд жду вас здесь в Киеве на Попудринка 34а, в храме Собор Христа. Спасибо тебе Господь. Ну, а кто не сможет быть вечером так вот в Киеве, потому что некоторые на работу приезжают, допустим, потом уезжают. Вот, с Житомира тоже братья хотели, но с ночевкой не всем получится. Не всех могу я здесь принять, как бы. Но ничего, в трансляции вы можете посмотреть, в трансляции можете видеть также, надеюсь, не будет перебоев с трансляцией, или же уже в записи, потом уже в записи можете тоже посмотреть. Благодарю Бога всемогущего. Я в таком внутреннем, таком сейчас, в таком волнении духовном, потому что я убежден, что правда историческая через Евангелие Христово, через Слово Божье, через Библию пересмотренная история, переписанная через Евангелие Христово, история Церкви и вообще история как таковая, как и наше житие, наша жизнь, каждого из нас в отдельности, переписанная через, не писанная, как раньше писалось, без Бога, без Библии, без Слова Божьего, а переписанная, ведь каждый из нас переписывает свою жизнь, свое прошлое, свою историю, пересматривает, то бишь, все через призму Слова Божьего, и видит в истинном свете все происходившее и происходящее, и то, что должно произойти, он тоже видит человек тогда в истинном свете своем, в Слове Божьем. Поэтому, как на уровне и каждого отдельного верующего, так и на уровне церквей, поместной конфессии, так и на уровне всего христианства и всего людства, всего человечества, это актуально и очень-очень важно. В деле реформации я благодарю Бога Всемогущего за Украину, благодарю Бога за Киев, за Львов, благодарю Бога, что последние годы, последние вот эти действительно годы идет великая реформация, великое обновление, пробуждение духовное, неслыханно доселе пробуждение в Украине, и на постсоветском пространстве фактически нет такой свободной страны сегодня, более свободной, более открытой для Евангелия Христова, более насыщенной Словом Божьим, более впитывающей дух и изливающей Духа Святого на эту землю, на постсоветском пространстве, просто-напросто нет. Я видел разные страны бывшего Советского Союза и ближайшего окружения нашего, вот, но именно в Украине сейчас эпицентр, бьется пульс великого пробуждения. Я верю, что то, что здесь сейчас происходит, это станет великим благословением не только для украинского народа и всех проживающих здесь в Украине, но и для всех-всех стран бывшего Советского Союза, постсоветского пространства и других стран мира, очень многие стран мира, это великое благословение. Поэтому вот тот опыт нынешний, сегодняшний опыт свободы, демократии, сегодняшний опыт пробуждения духовного, сегодняшний опыт вот этого действительно евангелизма такого огромнейшего, на таком национальном уровне, государственном уровне евангелизма, это, скажу, это что-то, это что-то величественное, действительно, вот, проставляющее Господа нашего Иисуса Христа. Вот, и я молюсь о том, чтобы как вот во Львове, так и чтобы и в Киеве тоже было, чтобы вот люди действительно не забывали вот это приветствие, старое доброе христианское приветствие, как во Львове люди встречаются по утрам, да, везде запах кофе, и вот и кава, кава, кавярни, и везде звучит это слава Иисусу Христу. И ответ такой, на веки слава Богу Святому, аминь, аминь. Слава Господу нашему за и Украину, благословен Господь, аминь, 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 Роман. Слава Господу, для меня великая честь. Я россиянин, родился и вырос в России, вот, Украина стала моей второй родиной, где я как реформатор состоялся как вот в моем служении, таком евангельском православном служении. И я очень благодарен Богу за эту судьбу, благодарен Богу за эту честь и жить и трудиться здесь в Украине. Я дружусь и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в других странах бывшего союза, Молдова, Грузия, другие страны бывшего союза. Но знаю, что именно, и вижу, что именно здесь, вот, небесами было, видимо, да, действительно, определено начаться этому огромнейшему духовному пробуждению. Слава Господу, благоставляю всех вас и, совершая причастие Евхаристию, размышляю о теле и крови Господа Иисуса. Величайшее таинство. Я верю, что таким продолжением, таким логичным, логическим продолжением вот этого пробуждения в Украине и на постсоветском пространстве, в других странах, вот, некогда охваченных вот этой коммунистической такой идеологией, да, вот этой, станет именно литургическое пробуждение, пробуждение, евхаристическое пробуждение такое. Я думаю, это очень-очень важная составляющая вообще любого пробуждения, а сегодняшнего наипаче. И евхаристическое пробуждение, это, и, о, спасибо тебе, Господь, это действительно великое таинство. У меня здесь, я сегодня куплю хлеба, вчера пока приехал, пока разбирал вещи, уже поздно, уже никуда не пошел, вот, и, знаете, спасибо, Господа, за все, спасибо, да, и у меня здесь вот чаша, оставалась горсть винограда у меня здесь перед поездкой туда, во Львов, несъеденной, вот, и виноград так завял, ну, еще не изюм, но уже и не виноград так получилось за неделю, так подвял, вот, значит, и я бросил воду, вот, значит, и сварил такой компот виноградный, вот, и, вот, используют для причастия, почему бы нет. А хлеба нет у меня здесь, на квартире, оказалось, хлеба нет, ну, у меня вот такие, со Львова, такие курасаны, такие вот, тоже, пусть будет курасаны с жемом, да, это еще, кстати, это еще с церкви, это, больше благодать, церковь, больше благодать, вот, так что, да, вкусные курасаны, львовские курасаны, да, вот, но самое главное, что хлеб, который мы берем, да, воспоминания тела и крови Христа, иногда даже нету даже такого, беру сухарик какой-нибудь, допустим, да, и даже нет компота, ничего там, ни сока, ни компота, ничего, просто наливаю воды и совершаю причастие. Бывает даже просто здесь в парке Киото прогуливаюсь, значит, просто на лавочке присяду, помолюсь, поблагодарю Бога, рассуждаю о теле и крови Христа и преломляю, вот, беру сухарик, беру, бутылочка воды у меня с собой, вот, и совершаю причастие Евхаристия, потому что хлебопреломление, я лично живу этим, и совершаю порой и не раз, и не два, и не три, и даже и не четыре порой раз в день, а многожды вот эту Евхаристию, размышляя о теле крови Христа, да, конечно, я практикую и бесконтактное, как я называю такое Евхаристию, бесконтактное хлебопреломление, то есть не принимая даже и ни воды, и ни сухарика, и ни сока, допустим, и ни просфорку, ничего, а именно просто умом сам размышляя о теле и крови Христа, о жертве Его, просто возносясь в молитве к Богу, вот именно с благодарностью за тело и кровь Христа, я это называю таким бесконтактным хлебопреломлением, причастием Евхаристии, вот, но, действительно, причастие, оно совершается не ртом и желудком нашим, да, а умом и сердцем нашим, то, что входит в нас, оно не может нас ни осквернить, ни, тем более, не может нас осветить, безусловно, вот, но, что же оскверняют нас помыслы лукавые, всевозможные, о которых Господь говорит, а что освещает нас помыслы благочестивые, о чем тоже Господь говорит, о рассуждении наипаче о теле и крови нашего Спасителя, что не золотом и какими сокровищами всеми этого мира, но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного агнца, я искуплен от суетной жизни, преданы мне от отцов, я благодарю Бога всемогущего, что я спасен через кровь Иисуса Христа, вот это освещает меня, я благодарю Бога всемогущего, само вот это слово у нас в православии используется для обозначения хлебопреломления, Евхаристия, вот это вот хлебопреломление, возношение хлеба, мы благодарим Бога всемогущего, как Иисус это делал, помните, да, почти 2000 лет назад, он говорил, что это чаша есть, новый завет в моей крови, и он взял хлеб, воздал Богу славу и хвалу и преломил хлеб, и дал ученикам, и сказал, ешьте, это мое тело, пейте, это моя кровь, и вот в этом месте Писания, он называет себя в 6 главе от Иоанна, называет себя хлебом жизни, хлебом живым, спасибо тебе, Господь, за все, и причастие совершается действительно нашим рассуждением сейчас о теле и крови Христа и Иисуса, поэтому тоже рекомендую, возьмите себе, налейте себе соковый, возьмите себе там, что хлеба, просфору, там, что у вас есть вообще под руками, в церкви обычно мы мацу используем, значит, или какие-то булочки, там бывает всякое, по-всякому тоже причастие совершаем, вот, но самое важное, вот это сейчас рассуждение, рассуждение о теле и крови Иисуса Христа, спасибо тебе, Господь, и рассуждаем полно, рассуждаем не частично, рассуждаем не только фрагментально, а вот именно видя всю картину, что Господь не только грехи наши простил, не только Он меня простил, не только Он меня полностью, моему уму человеческому это не под силу понять даже, я просто принимаю это любовью, любовь может принять гораздо больше, чем ум, сердце может принять это, как действительно благодать, благосновение, что я полностью прощен, как так, а если я не могу себя простить, а если меня люди не могут простить, а если я не могу ничего переменить больше, а Бог прощен, небеса говорят, прощен, верующий в меня имеет жизнь вечную, и я верующий Иисусу Христу, доверяющий, я верующий в Иисуса Христа, живущий Христом, Христос во мне, а я в Нем, и я благодарю Бога за эту судьбу новую, Божью судьбу в моей жизни, благодарю Бога, что я спасен, прощен, все, что было, есть, будет, все прощено мне, я благодарю Бога, это, о, это так окрыляет, это так вдохновляет, это поднимает от земли к небесам, это, о, горы спадают каменные с наших плеч, с наших сердец, и человек вздыхает облегченно, говорит, о, наконец-то, спасибо тебе, Господь, и чем больше об этом размышляю, тем больше диву даюсь просто, удивляюсь вообще этому чуду, о, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, да, уже больше 30 лет, почти 40 лет назад, когда впервые я об этом узнал, я просто, тут, стал Бога благодарить, хвалить, тогда юношей еще совсем, но прошли годы, прошло почти 40 лет, вот, моего христианства, служения моего, с момента духовного возрождения, такого встречи с Господом, но сегодня я еще больше вопросов задаю Богу, и я сегодня вообще говорю, я, Господь, я не понимаю, как это, что, я просто принимаю это любовью, потому что это невозможно понять, можно теологически все обосновать, можно объяснить, вот, и ничего не поймешь, пока не полюбишь, не поймешь, вот, люби Господа Иисуса Христа от всего сердца, полюби Господа, вот, и все поймешь, все уразумеешь, прощено тебе, прощен ты, прощен, прощена душа твоя, спасибо тебе, Господь, вот, но не только это, оказывается, это еще полуправда, это еще не вся правда, даже этого, вот так вот, более чем достаточно кажется для человека вообще, куда уж больше, но оказывается, это еще не все, это еще лишь полуправда, а вся правда в том, оказывается, что Он не только нас для вечности спас, оказывается, дело гораздо серьезней, Он нас и здесь на земле благословил, оказывается, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Его мы исцелены, оказывается, почти две тысячи лет назад, в тридцатом году нашей эры, когда Ахнец Божий заклан был, и Он воскликнул, совершилось, и завеса в храме разорвалась, кровь Божеская пролилась на грешную землю, оказывается, в тот момент я, меня в проекте не было еще, в помине не было ни моих родителей, ни моих дедов, прадедов, прапрадедов, но в проекте Божьем я уже был уже, и каждый из нас уже был, и оказывается, тогда на Голговском кресте в крови Мессия, Машиах, умер за меня, он воистину воскрес из мертвого для моего оправдания, и тогда на Голговском кресте, через кровь Иисуса Христа, я был не только прощен, полностью прощен, я был исцелен, я был благоставлен уже тогда, и когда человек об этом узнает, я когда об этом узнаю, то и познаю это, то просто вся моя внутренность просто дрожит от переживания, от просто этой благодарности к Богу, от действительно этой великой любви, дрожь земли, фильм такой был ужасник, да, дрожь земли, но действительно дрожь земли произошла тогда, 2000 лет назад, и ныне происходит, 2000 лет она уже продолжается, это дрожь земли, от божественной крови Иисуса Христа дрожит наша земля, дрожит наше естество, колеблется все основания нашей земли, потому что кровь Иисуса Христа, божеская святая кровь, была пролита за нас, за всех, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Царь всей вселенной, спасибо тебе Бог Богов, Господь Господствующий, благодарю тебя за жизнь, благодарю тебя, что через кровь святую твою я прощен, ибо так ты возлюбил мир, что отдал сына своего, Ава, Отче, Отец мой, Бог мой и Царь мой, и Егова, Творец неба и земли, Бог Авраама, Исаака, Израиля, что всякий верующий в тебя, для того, чтобы всякий, всякий, всякий верующий, и я в том числе, имел жизнь вечную, я благодарю тебя, что имею жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, через кровь Иисуса Христа, через голговские страдания Машеха, который предан был за грехи мои, и за грехи всех нас, и воскрес для оправдания нашего, для оправдания моего, и я оправдан благодаря смерти и воскресению моего Спасителя, благодаря тому, что Искупитель мой жив, благодаря тому, что два-четыре часа в сутки, семь дней в неделю, почти два тысячелетия, ходатайствует за меня великий ходатай, ибо един Бог и един посредник, ходатай великий, первосвященник наш, исповедание нашего, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, для искупления моего, лично моего, лично Твоего, каждого из нас и всех нас. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Тело Христа Иисуса. Аминь. Кровь Христа Иисуса. Аминь. 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 Аминь, аминь, аминь. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, драгоценный мой, возлюбленный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За все спасибо, мой Бог, спасибо, Бог, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, Иисус, спасибо. Господь мой, спасибо, царь мой, спасибо, брат мой, спасибо. Целитель мой, спасибо, освободитель мой, спасибо. Спасибо за все, спасибо, ты хлеб жизни. И я веруя тебе, веруя в тебя, имею жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя за прощение, исцеление, освобождение, за все твои небес благословения. Боже всемогущий, слава тебе и хвала, а во отче, аминь, аминь, аминь. Благоставляю вас, братья и сестры, пою благословение священников на вас здесь. А для украинцев честь, молитесь Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, разом с вами. Дякую, браты, аминь, аминь. Дальше так сложно поверить, что такие грехи, как мои, могут проститься. О, это так по-человечески понятно. А воочером он пишет, а вину, аллилуйя. Ольга пишет, приветствую, дорогой пастор, мы уже соскучились за утренними, вечерними молитвами с вами. Спасибо, огромное спасибо, сестра дорогая, родная, всем братьям, сестрам, всем привет огромный. И вот я по вечерам не уверен, что смогу подключаться, потому что буду то на одной встрече, то на другой встрече. Хотя, в принципе, даже если на встрече, я буду стараться, может быть, не отсюда, не с квартиры, а вот откуда-то еще. Потому что мобильный телефон со мной, в принципе, можно сделать трансляцию даже. Можно сделать трансляцию даже и вечернюю, даже если это будет какая-то встреча. Почему бы и нет? Тем более молитвенная встреча, если будет. Кстати, тоже молюсь сегодня за отца Алексея нашего, вчера положили в больницу его после обеда, ну, планово, там заранее уже все планировалось. Это операцию говорили, можно делать, можно не делать, но вот как бы он решился, там, я подробностей таких не знаю, там, что именно там. Но сегодня молюсь тоже за его исцеление, вот, пусть будет действительно чудо Божье, и пусть врачи сегодня просто, ну, обомлеют и ахнут, скажут, А операция такие не нужна. Потому что сам Господь Бог всемогущий, Он наш доктор, Он наш врач. Изо всех сегодня нуждающихся молюсь также, чтобы самая большая молитва и самая сложная в молитве за исцеление, это молитва за вот, вот, сознание и сердце наше. Потому что все может произойти в одну секунду, в одно мгновение, если действительно вот это происходит, перемена сознания, метанойя, изменение сознания, разворот на 180 градусов в этом отношении, что все, Бог уже не надо гадать уже, хочет, не хочет, надо, не надо. Это 2000 лет назад совершилось уже, и я, мое дело маленькое, мое дело вообще ничтожное в этом вопросе, лишь принять это. И Богу не требуется даже, порой, знаете ли, огромная наша вера какая-то титаническая, огромные усилия какие-то, нет, ему требуется это совсем малое, с горчичной зерной вера наша, то есть совсем немного, дай ему шанс, и он совершает великие свои деяния. Спасибо Богу за все, благодарю Господа всемогущего, благоставляю всех вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки, Авы. Аллилуйя, потому что Ава, это слово, так оно и переводится как, Авину это отец, а Ава это папочка, папуленька, папенька, татус, татус, с таким татусем, Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь. Роман пишет, Адонай, Элогейн, Адонай, Эхад, аминь, аллилуйя. Да, давайте споем тоже это благословение на иврите, благоставляю Израиль сегодня, благоставляю Иерусалим, благоставляю, пусть духовное пробуждение происходит прямо сейчас и дальше, дальше в Израиле и по всему лицу земли. В еврейском народе и через еврейский народ пусть это пробуждение во все народы нашей истрадавшейся планеты придет прямо сейчас во имя Господне. Аллилуйя. Иерусалим. 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 Иисуса превознесённо над нашей планетой. Имя Иисуса. О, спасибо тебе, Господь. Семь бед, один ответ говорят, да. Миллионы, миллиарды бед на этой земле. И один ответ, небес, Иисус Христос за всё заплачено. Спасибо тебе, Господь. Благоставляю всех вас, братья и сёстры. Вот, по утрам подключайтесь. Утром, как раз у меня с 6 до 7 время, я имею возможность подключиться, потом уже буду занят. Вот, по вечерам буду стараться, но уже не могу обещать включения такие делать. Посмотрим, как пойдёт уже. Вот, но, сейчас уже собираюсь уже. Сейчас будем записывать на Баби Миру программу в других местах Киева. Тоже, слава Богу. Такие очень важные темы, такие будем сейчас поднимать как раз с братьями. Слава Господу. Пусть Бог благословит вас всех. Из города Киева, с берегов Днепра. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв. Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится. Аминь. Можно и без них подключаться. В принципе, да. Можно так. Посмотрим. Всё, с Богом, друзья. С Богом. Аллилуйя, Аллилуйя.